Кажется, здесь еще пахнет ремонтом. На стенах новенькая облицовка. По всему тоннелю ярко горят лампы. Развешены видеокамеры и оборудован съезд для инвалидов. Для них же специальная кнопка – вызвать охранника, если потребуется помощь. Сегодня подземку для пешеходов проинспектировали городские власти. Мне вообще на самом деле все понравилось. Конечно, хотелось бы, чтобы он в таком виде оставался для безопасности видеонаблюдения, выведено тоже, которое выведено на охрану. Поэтому я думаю, что именно то, что видеонаблюдение есть, это и будет обеспечивать, что он будет у нас так не подвержен вандализму, по крайней мере, в ближайшее время. В наши дни эту подземную зебру заметит не каждый. С одной стороны ее прячет цветочный павильон с другой офисный центр. Люди постарше прекрасно помнят, что переход построили давно, больше 20 лет назад. Подземный переход на улицы Свободы в свое время строился специально для театра юного зрителя. Даже входил в проект его строительства. И предназначается он, по сути, для групп школьников, которые приходят сюда на спектакль. Похоже, традиция возрождается. Как считают власти Кировского района, кроме заботы о безопасности школьных групп, здесь решается и другая проблема. Если убрать зебру надземного перехода, улица Свободы станет гораздо свободнее. Это позволит увеличить трафик движения транспортных средств, предотвратить те пробки, которые существуют в настоящий момент. Ну и, соответственно, обезопасить пешеходов от дорожно-транспортных происшествий. За ремонт подземного перехода город не заплатил ни копейки. Весь марафет оплатил владелец торгового центра, что взгромоздился рядом со стороны Республиканской. Содержание будет за ярославской фирмой «Ген» подрядчиком ремонта. До визита властей тоннель инспектировала и погода. Раньше, после каждого ливня, здесь можно было плавать с аквалангом. Теперь установлен новый дренаж. Сейчас, если были, видели, что после таких активных дождей фактически сухо. То, что там влага, это помыли просто полы. А еще здесь поставят урны и установят знаки над входом. Новая жизнь старого объекта начнется в начале августа этого года. Александр Лисицын, Олег Клушников. День в событиях.